Здравствуйте, дорогие подписчики! С вами, как всегда, я Паша Король. Не обращайте внимания, что сегодня я выгляжу немножко иначе. Я просто сегодня чуть-чуть красивее. Но если серьезно, с вами Эдгар от компании Goldenbeard Customs. Так получилось, что к нам приехали две финские Вольвы. Одну Вольву мы делали в прошлом году. В этом году она приехала только на апгрейды, если можно так сказать. А вторая Вольва приехала на новый проект, на проект салона. И в связи с тем, что Паша большой фанат Вольвы, я думаю, что среди подписчиков Паши тоже много фанатов Вольвы, мы решили поделиться этим зрелищем. Расскажем про них, расскажем про владельцев. Эту Вольву мы делали в прошлом году. Она делалась под специальный заказ клиента. Он хотел поменять полностью все, чтобы не осталось практически никаких деталей, частей из завода, изготовителя. В этой Вольве присутствует, как вы видите, два цвета. В принципе, три цвета. Коричневый, бежевый и фиолетовый. Почему пал такой выбор цветов, это я вам не могу сказать, но клиент так решил. Основные цвета здесь коричневый и бежевый. И присутствуют небольшие детали фиолетового. В данной машине, в данном салоне очень много частей из натуральной кожи. Это те части, на которые идет больше износ. Это руль, это пол, сидение, панель. Также и спальное место, матрас. Остальные части, как вот потолок. В верхней части, где нет никакого износа, как говорится, не касается рука человека. Это сделано из винила. Пластик покрашен. Кто ездит на Вольве или кто владеет Вольвой, они знают, что у Вольвы в оригинале вот эти все детали, они идут структурой, но в данном проекте клиент хотел избавиться от этой структуры, чтобы все было гладко. Мы это сделали. Пластик на 80% весь покрашен, кроме вот этих частей панели. Они обтянуты кожей. В этой машине есть одна особенность, которая очень редко встречается в Европе. Мало кто делал, мы первые начали делать. Это, хочу отметить, кнопки. Кнопки здесь покрашены и вырезаны символы лазером. Соответственно, выглядит как из завода. Они все просвечиваются, ночью все видно. Особенность, скажем так, которой нет у многих наших конкурентов. Музыку делали в Финляндии в этой машине. Музыкой мы не занимались, мы только подготавливали кое-какие места для динамиков. Данная кабина была разобрана полностью до гола. Металл был обклеен материалом вибро или шумка, как ее называют. Дополнительно был поставлен, установлен утеплитель. Плюс еще те места, вот как потолок и где вот идут кнопки, там как бы дополнительно еще идет и поролон. Как бы шумоизоляция гораздо выше, чем заводской сборки. Ручки также сделаны из кожи. Присутствует вышивка, присутствуют детали, которые были деланы 3D-принтером. Вот как эти наверху. Много дерева здесь, потому что основа это дерево. Вот как задняя стенка, например. Там на Вольве идет такой, как карман. Это все снимается, это делается все ровным. Самый лучший материал для этого – это дерево. Буквы на задней стенке – это оргстекло, резанное лазером и потом покрашенное. Эти элементы с 3D-принтера – это часть логотипа данного клиента. Данный клиент – компания Илли Воймала с Финляндии, из города Оулу. Они занимаются тоже тюнингом грузовых автомобилей. И не только грузовиков, но и автобусов, тракторов. Хотелось бы отметить, что это не такой тюнинг, как, может быть, вы подумали. Но это именно новая прошивка двигателей, новая прошивка блоков, чип-тюнинг и так далее. Данный автомобиль, в котором мы находимся, он из завода 460 лошадиных сил. Но компания Илли Воймала, которая владеет этим грузовиком, они сделали и эту машину на 730 лошадиных сил, 3300 ньютон-метров. Данная машина – чисто выставочная машина. У нее нет водителя. Она предназначена только для выставок. Для них это, можно сказать, лицо компании. В прошлом году, когда мы сделали салон, они еще сделали изнаружи. Много элементов. Перед тем, как гнать ее в Ригу, они ее перекрасили полностью всю. Данный автомобиль 2015 года, с пробегом уже 850 тысяч. Купили они ее в Голландии, пригнали в Финляндию, перекрасили. Сделали кое-какие обновления, сделали про чиповку. Потом она приехала в Ригу. Сделали салон, отогнали обратно в Финляндию. Они поставили дополнительные фары, поставили много дополнительных всяких элементов. Закрывали там раму, сделали сзади там много всякого. И в прошлом году они успели съездить на самую главную, самую большую выставку в Финляндии. Называется выставка Power Truck Show. И на этой выставке данный автомобиль выиграл второе место в категории тягачей. Немаловажный фактор, это довольно большой успех. Поскольку в Финляндии очень развит трюнинг, покрасочные работы и так далее. Этим гордиться можете и вы, ведь, ваши заслуги? Ну, этим мы можем гордиться, да. Потому что часть, скажем, успеха, потому что мы сделали этот салон. Этой машиной мы, естественно, гордимся. Это такой, один из самых больших наших проектов. И не побоюсь сказать, что один из самых дорогих проектов, которых мы делали. Данная машина в этом году также будет ездить на выставки. Насколько я знаю, ребята получили пригласительную приехать в Бельгию на выставку в город Синай. Это тоже такая очень большая и престижная выставка в Европе. У нее есть одно отличие, скажем так, от других выставок. Эксклюзивные машины этой выставки, они стоят в закрытом ангаре. Как сами бельгийцы говорят, это единственная выставка в Европе, где грузовики стоят на красном карпете. Также эта машина поедет в этом году в Финляндию на выставки. И сейчас мы ведем разговоры о том, что, может быть, поедем выставку в Голландию. В Ассене, есть такой город Ассен, у них в этом году юбилей. 40 лет, как они делают эту выставку грузовиков. Также на выставку в Голландию собираемся ехать и мы. Если все у нас получится, поедем и в Бельгию. Наша визитная карточка, она еще не закончена. Это сканер, про которую Паша упоминал. Фрагмент вы видели от этого автомобиля. Вот руль для нашего проекта. Такая маленькая деталь уже готовая. Это настоящая кожа. Это оригинальный деревянный руль сканерский. Вся вот кожа, крышка, все это, это все переделывалось. Салон будет коричневый, с фиолетовыми какими-то деталями. На заднем фоне можно видеть сканер, который вот наш проект. В мае будет год, как мы его строим. Пока это такой небольшой секрет. Мега крутая будет сканер. Там будет так, что чердаки у вас послетают у всех. Просто соседи слюной затопите. А что-то нам покажете сегодня? Какие-нибудь фрагменты? Сегодня чуть-чуть покажем вам, но чуть-чуть. Немножко интриги еще будет, но остается пока тайной. Хотим все закончить, чтобы потом уже показать готовый продукт. Данный проект по времени нам занял где-то месяц. Покраска была, разборка, сборка заняла, скажем так, немало времени. И больше всего времени занимает всякие маленькие детали. Собиралась данная машина, наверное, дня три или четыре. Когда у тебя панель эксклюзивная, ты не можешь ее оставить как попало. Тебе надо все делать так, чтобы ты ничего не покоцал, не порвал. И все это занимает время. Все здесь разбиралось досконально. До самых мелочайших деталей. Если обратите внимание, то вот эти фиолетовые все маленькие элементы, это все снималось, это все красилось отдельно и так же собиралось. А бывает такое, что вот пока собирали, уже что-то поцарапали, ну случайно. Да, конечно, конечно. Это рабочие процессы. От этого никто, скажем так, не застрахован. Каждый тюнинг, который делается, это делается руками человека. Здесь это ручная работа и человеческий фактор, он присутствует на высоком уровне. Вот, например, когда красили панель, вроде все отмечали, но ошиблись. И там два элемента покрасили не тот цвет. Поняли это, когда уже все собирали. Пришлось опять разбирать и опять перекрашивать, опять делать по новой. Также и кнопки какие-то там покрасили не коричневые, а бежевый цвет. Хотя надо было в коричневый. Это все опять чистилось, опять все красилось, опять все резалось и собиралось. Ты можешь просчитать многие вещи, и тебе кажется, что ты все просчитал, но в жизни получается не так все гладко, как хотелось бы. Поэтому приходится и в другой раз переделывать. Хотя стараемся делать так, чтобы не надо было переделывать. Такую работу не может делать человек, который быстро начинает кипеть, скажем так. И у кого слабые нервы. Здесь надо подходить ко всему спокойно и с холодной головой. Надо стремиться к перфектному результату. Если ты будешь делать на буйдуй, если так можно сказать, да, чтобы только поставить галочку, долго ты не проживешь, и ты никому не будешь интересен. Как нам самим кажется, до идеала еще далеко. Стараемся делать так, чтобы клиент был доволен, и мы были довольны. Дорогие подписчики, про данную машину расскажет вам бывший топовый блогер Финляндии Эндрик Сон Тур. Он сейчас на прямой связи с нами. Андрей, пожалуйста, расскажи нам про этот проект, про эту Вольву. Добрый день всем, с вами на связи Эндрик Сон Тур. Куплена она уже была прошлым летом, 21-го года. Из завода прошло пришла кабина и рама. Машина 540 л.с., 8х4, передняя ось полностью на электричестве. Загружать ее можно 10 тонн полностью. То есть она легально 10-тонная передняя ось. Здесь рама удвоена, которая сделана тоже своими руками в гараже. То есть все, что видно с машины снаружи, все болты, все это, все установлено сами. И эта компания PSORMARY, она уже 35 лет сами строит свои грузовики под свои дела. Она не на большие строки ездит, она наоборот провозит маленькие трактора и так далее. Куда очень сложно попасть на большой машине, она туда ездит. И можно еще 40-й контейнер на него установить. Задняя часть отодвигается гидравлически с кнопки. Машина сделана полностью до работы. И сейчас, на данный момент, Эдгард Golden Bear Customs, он еще доделывает, чтобы еще приятнее было бы работать днем. 5,2 тонны, то есть он поднимается с точки, по-моему, если я не ошибаюсь, 5 тонн. То есть про кран я очень мало могу ничего рассказать, но он сильный. А Эдгард будет делать вам внутреннюю отделку, так я понимаю, в салоне? Да, полностью, да. То есть полностью салон. Сам начальник Алексей, молодой парень, он заботится о своих водителе. То есть у него, это не первая машина, у него, если я правильно помню, то 16 штук. Если вам будет интересно, приезжайте еще раз, и вы увидите самого начальника этой машины. Он еще больше может про нее рассказать, потому что в ней впичкано очень много еще и дополнительного же завода. То есть она не просто пришла голой, как говорится. Если ребята встретятся с владельцем Салексы, то им никак не обойтись без переводчика Андрея Эндриксон Тур, который для российских подписчиков Паши, могу сказать, был переводчиком легендарного Сереги Якута, который приехал с Якутии и Финляндию на выставку. Парень серьезный, с огромным опытом в переводе. С финского на русский и наоборот. А это вот правильно сказано. Паша потом вам озвучит количество лайков, сколько надо набрать, чтобы ребята приехали в Финляндию на выставку и сняли специальный видик. Если наберет видео нужное количество, да, то ребята раскошелятся и приедут в Финляндию. Андрюха вам покажет грузовой тюнинг-мир, покажет, как пьют фили. С другой стороны. Это надо видеть. А у Эдгарда есть опыт с этим. Да, небольшой. Как Фин отдыхает. Это будет очень интересный контент на этой машине, как она работает, как гидравлика работает. Это совсем другой мир. А кто за этой машиной приедет, когда ее сделают? Я и сам владелец. Ну так вот, вы сообщайте нам, Паше, и мы обязательно приедем и снимем ролик, очередной сюжет. Ладно, Андрюха, спасибо тебе огромное. На связи, да, да не за что, не за что. Все, до свидания. Пока, пока. Всем привет, давай, пока. Сейчас мы находимся в машине, про которую рассказывал Андрей. Он вам рассказывал про то, как она выглядит снаружи, что там делалось и такие технические вещи он вам рассказал. А я вам расскажу чуть-чуть про салон. Скажу, что, к сожалению, данный проект по цветам будет приблизительно такой же, как и вот в Вольво, в которой мы сидели. Ну, потому что мы, как, скажем так, как люди, которые делают тюнинг, нам интересно, когда новые цвета, новые какие-то мысли. Но здесь ребятам так сильно понравилась Вольво и Ливоймала компании, что они решили где-то у них взять какие-то, скажем, идеи. Цвета, скажем так, основные остаются те же самые. Фиолетовый цвет там, здесь в этой машине он не будет, здесь будет синий цвет, поскольку это один из цветов компании, сорверы. Другие логотипы будут, будут такие вещи, которые нет в той машине и наоборот. Приветствуем любые идеи клиентов. Если это выполнимые идеи, то мы их делаем, если это невыполнимые, тогда не делаем. Хотя невыполнимых идей достаточно мало. Здесь, в этом салоне, мы его начали разбирать. Мы разобрали дверь, мы сняли верхний шкаф. Мы снимаем эти детали поэтапно, потому что так сложилась ситуация, что эта машина приехала гораздо позже, чем она планировалась. На данный момент большая нагрузка, поэтому приходится делать все поэтапно. Нельзя все разобрать, потому что просто нет места, где это все хранить и где это все обрабатывать. Многие вещи мы уже заказали, многие вещи уже готовы. В этой машине также будет проклеенная вибра или шумка, как ее называют люди. Музыку уже ребята поставили. Здесь не будет много всяких динамиков и так далее. Здесь, в принципе, все оригинальные динамики поменены на более сильные, более, скажем так, прокаченные. Я уверен, что водителю, который на ней будет ездить, будет очень приятно делать свою работу. Пока Паша на отдыхе в Канарах, другие люди работают. Поэтому к нам приехал Артур посмотреть на эти машины. Привет, Арчи! Привет, привет. Мир всем. Ну как, ты посмотрел машину? Да, посмотрел. Тебе понравилось? Ну, да, понравилось. Понравилось, что это Вольво. Да. Да, как-то после Паши как-то очень много Вольв стало, не? Ну, так получилось. Но это все время. Вот вопрос тебе, скажем так, молодому водителю, но очень опытному диспетчеру. Ты бы поменял работу диспетчера на работу водителя, если бы тебе дали бы вот такую вот Вольво, например, с таким салоном? Знаешь, как я ответил бы? Наверное, лет пять, может быть, лет десять назад. Да, точно. Сейчас я задумался бы все-таки. Сегодня приехали запчасти наши с Финляндией, которые были у одного художника. Рисовали некоторые, скажем так, элементы машины. Сейчас пойдем с ребятами, посмотрим. Там пленка, надо пленку снимать. А спальтера боковые? Верхние едем. Вайкплеер, но нет, из дома. Все? Мэйтен. Внучка моя. Ничего себе. На второй внук? Вон. А это? Маленький анонс. А это внук. Я пытаюсь понять, где на машине именно это получается. Ну, по бокам, на сканер. Вот верхний угол. Да, да, да. Вот где кабина, зад кабиной. Все, вижу. Это углы. Да. Буквально наблюдающая упаковочка, да? Пришел к такой идее. Папа сделал сюрприз дедушке. Дед пытается не разгласить тайну и внукам ничего не сказать. За особенный. Маленький процент. Почему решил так сделать? Потому что дети – это святое. Дети – это все. Для них и живем. Особенный проект. Особенная машина. Можно сказать, знак любви к детям. Ну, а что ты в некоторых машинах наклейки клеят, там, всякие? Ну, наклейки – это несерьезно. Начнем с того. Аэрография – это художество. Это человек своей рукой рисовал, а наклейку делает машина. Да, ты хотел спросить, почему Финляндия? Художница, которая рисовала это. Это жена моего хорошего приятеля. И она не так давно начала рисовать именно вот аэрографию на машины. Для нее это как реклама с моей стороны, потому что я так же буду ездить на выставке. Здесь сыграло то, что она круто рисует, и она знакомый человек. Хочется ее поддержать, чтобы ее именно работа была на моей машине. Как этот сам процесс выглядел? Получается, баллончик вот таким? Некоторые, я знаю, машины называют именами детей. Как-то так тоже, по-всякому. Ну, на… Имена между он, подруг там. Ну, наша машина, наш проект, у нее есть имя. Папа ее прозвал Верой. Вера. Получается… Почему Вера, я объясню, потому что у нее номер, там два буквы – В, Р. У нас тоже получается, у двух машин есть имена. Ну, Валентина, с Валентиной ты знаком. А есть еще младшая дочка, получается, Рената. Рената. Да. Так что, может быть, скоро познакомитесь. Спасибо всем подписчикам. С вами, как всегда, был ваш самый любимый Павел Король. Ну, я опять шучу. С вами был Эдгар. И чуть-чуть Артур. И чуть-чуть Артур. Ну, я опять шучу Артур.